МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика. О главных новостях четверга вам расскажу я, Юлия Важейна, и корреспонденту национального телевидения Чувашей. Смотрите сегодня. 29 победителей в Доме правительства вручили государственные молодежные премии Чувашей. В поисках артефактов жителей столицы обвиняют в незаконных раскопках. Мастер-классы от профессионалов онлайн в Чебоксарском кванториуме продолжаются виртуальные уроки. В программу комплексного развития Республики на 2020-25 годы включены перспективные направления работы муниципалитетов. Как их планируют реализовать в Цивильском районе в нашем следующем сюжете. В каждом районе свои локомотивные проекты. Они пополняют местный бюджет и позволяют развивать социальную сферу. В Рио главы Чувашей побывал в компании, занимающейся производством дверей. Стабильно работающее предприятие известно на российском рынке. Оно специализируется на производстве межкомнатных дверей. Ее продукция активно экспортируется в страны СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Побывал Олег Николаев и в селе Богатырево. Местная котельная дышит наладан. Износ составляет 90%. Зимой она не в состоянии держать нужную температуру. Холодно в школе и в других социальных объектах. Срочно нужна новая. Олег Николаев поставил задачу администрации района в кратчайшие сроки найти пути решения важного вопроса. Он отметил, что современные модульные установки в ближайшие два-три года построят по всей республике. И тем самым обновят теплоэнергетический фонд. То, какое решение, на каком этапе принимают, всем, чтобы мы имели четкий план график обеспечения отопления при заходе в отопительный сезон. В здании Богатыревской школы Олег Николаев провел совещание по перспективам развития муниципалитета. Цивильск – уникальный город, имеет очень выгодное географическое положение и мог бы занять свою нишу в сфере туризма. Глава администрации считает, что здесь можно было создать свой Чувашский Свияжск. Этнопоселение с ярмаркой, ремесленными двориками, старинными трактирами принесло бы в казну немало средств. Среди насущных проблем района Сергей Беккер отметил отсутствие биологических очистных сооружений и давно назревшую необходимость рекультивации свалки, которая сегодня уже переполнена. Проект на работу необходим 3 миллиона рублей, на рекультивацию около 30 миллионов рублей. Администрация Цивильского района предлагает рассмотреть план строительства современного мусоросортировочного завода с первичной переработкой на территории в 5 гектар, которые прилегают к ныне существующей свалке, они уже есть. И целевое назначение этой земли допускает строительство подобного объекта. Окончательный вариант комплексной программы развития региона будет представлен на следующей неделе на Высшем экономическом совете, после чего ее направят на обсуждение в Госсовет Республики. На мой взгляд, программа является поистине народной и разработанной для народа, то есть разработанной народом и для народа. Богдана Дойникова, Андрей Шоклев, Республика. Системы очистки сточных вод, попадающих в Волгу, давно устарели. Их обновление стало возможным благодаря национальному проекту «Экология». На протяжении двух лет в поселке Вурнары решают вопрос очистки водных отходов. Очистка сточных вод – давняя проблема поселка. Старые пруды – отстойники порядком изношены. Им больше 70 лет. Да и технологии давно устарели. Некачественно очищенные воды со всего поселка Вурнары с десятитысячным населением сливаются в Апнерку. Оттуда попадают в Малый Цивиль, а он – приток Волги. Благодаря региональному проекту оздоровления Большой реки нашли средства для строительства очистных. Объект уже возводится на протяжении двух лет. Общее финансирование – 406 миллионов. На текущий 2020 год у нас запланировано выделение средств в размере 177 миллионов рублей. И есть соответствующий график выполнения работ. Мы видим, что на объекте все работы ведутся в соответствии с графиком. Более 10 километров магистральных сетей уже уложены. Под землей пущены две ветки – южные и северные. У каждой своя насосная станция. На 70% готовы и сами очистны. Сейчас монтируют оборудование. Технологии очистки здесь у нас используются. У нас еще ваше. Я в ближайших регионах тоже не видел. Именно мембранная очистка. Раньше мембранная очистка применялась на очистке воды. Питьевой воды. А сейчас начали использовать именно на очистке системы канализации. Система канализации. И я думаю, что она будет очищать стопроцентно. После очистки мембранной очистки здесь сразу уходят, стоки уходят на ультрафиолет. К первому сентября планируют начать пусконаладочные работы. Протестировать сеть, чтобы по контракту к ноябрю сдать в эксплуатацию весь комплекс. Он примет сточные воды с многоквартирных домов, частного сектора и четырех крупных предприятий. У нас, поскольку еще кроме заофилиала фирмы «Август» имеются такие два предприятия пищевых. Это вурнерский местный комбинат и вурнерный завод «Сом», который работают с животным жиром. Поэтому в этом году ведутся работы по монтажу и завершению строительства жироловителей на этих предприятиях. Без ввода в эксплуатацию этих объектов мы их подключать не будем, поскольку оно засоряет все фильтры и выйдет из строя станция очистки. Кроме того, мы маленькие жилатели устанавливаем как в детских садах, так и в школах поселка Вурнары. Старые сети оставят в качестве резервных, но использовать будут в крайних случаях. Кстати, после введения новой системы водоотведения коммунальщики уверены, что количество аварий уменьшится в разы. Ирина Волкова, Игорь Зверев, Республика. Накануне в Доме правительства вручили государственные молодежные премии Чувашской Республики. Желаю, чтобы вы по жизни всегда двигались ровно так. Испытывая неравнодушие, испытывая желание активно и очень внимательно относиться к жизни, искать и находить. Они ищут и находят. И в первую очередь цель своей жизни. 29 талантливых, целеустремленных, активных молодых людей стали в этом году лауреатами Государственной молодежной премии Республики. Кто-то работал в одиночку, многие в команде. Но все они старались реализовать важные для Республики проекты. Спасибо, что поддерживаете молодежь Чуваши и верите в наши таланты и наши возможности. Для Ксении Чайковой и ее коллег по студенческому театру «Абрикосовый сад» эта премия стала признанием их творчества. Признанием того, что ребята двигаются в правильном направлении. Для нас данный проект очень важен, так как в Чувашской Республике никогда не было ранее никакого нижвузовского либо студенческого театра. И мы были первые, кто реализовал и смог поднять данный проект. Данные награды – это еще один большой толчок, который нас сможет подтолкнуть дальше, чтобы мы смогли развиваться. Это некий стимул, который говорит тебе, что ты сможешь все. Напомним, что премия талантливой молодежи Республики вручается с 1996 года. За 24 года ее лауреатами стали более 200 человек. В этом году на соискании премий были представлены 34 работы от 61 претендента. Больше всего победителей среди представителей Чувашского государственного университета имени Ульянова. Богдана Дойникова, Юлия Адюкова, Андрей Спиридонов, Республика. Уже две недели по всей стране одиннадцатиклассники сдают единый госэкзамен. Чуваша не исключение. Ни один год не обходится без апелляции. Подробности в нашем материале. В этот год изменилась не только процедура сдачи экзаменов, но и проведение апелляции. Если битуриент устраивает результат, то он готовится дальше. А если выпускник рассчитывал баллов повыше, то стоит начать процедуру апелляции. Как подавать апелляцию? Можно сделать это двумя способами. Можно прийти в свою школу, которую вы закончили, и написать заявление там. Вам выдадут второй экземпляр. Имейте в виду, обязательно, обязательно напишите свой номер телефона, потому что сообщать вам о дате и времени апелляции будут именно по номеру телефона. Заявление на апелляцию можно подать в течение двух рабочих дней после объявления результата. На третий вам позвонят и сообщат о результатах проведенной проверки. Второй вариант предпочтительней – период сохранения ограничительных мер. Если вы бережете свое здоровье и не хотите лишний раз разъезжать по городу и ходить в помещение, где скапливается масса народа, вы можете при подаче заявления отметить такую графу, которая называется «Рассмотреть без моего участия». Апелляция будет рассмотрена, обязательно будет третья проверка, и если будет изменение баллов, вам обязательно об этом сообщат. Нельзя проходить процедуру апелляции с телефона или планшета. Это нарушение закона. Если попробовать на камеру показать какие-то распечатки с материалами, то мы приходим в итоге к тому, что сам файл записи видеоконференции, где показывались какие-то материалы с персональным данным участника, также является объектом защиты персональных данных и также должен защищаться по законодательствам Российской Федерации. По всем интересующим вопросам вы можете позвонить на горячую линию ЕГЭ в Чувашии 57 21 60. Анастасия Миловидова, Андрей Шоколев, Республика. На территории Чувашии продлен режим чрезвычайной пожароопасности. Специалисты говорят о пятом классе горелости. По данным Гидромедцентра, на территории Республики с 16 по 18 июля сохранится высокая температура. Днем воздух прогреется до 27 градусов, ветер 12-13 метров в секунду с порывами до 14. Напомним, особый противопожарный режим установлен с 4 апреля. Запрещено разведение костров, приготовление блюд на углях, сжигание мусора в лесах и на прилегающих к ним территориях. Не допускается также выжигание сухой травы на земельных участках, если они расположены вблизи лесных массивов, либо рядом с землями сельскохозяйственного назначения. Штрафы для нарушителей требований пожарной безопасности в этот период увеличиваются вдвое. Для граждан сумма взыскания составляет до 4 тысяч рублей. Для должностных лиц до 30 тысяч. На юридических лиц могут наложить штраф до 400 тысяч рублей. При значительном ущербе, причиненном пожаром, виновнику грозит уголовная ответственность. Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью МВД Почувашия задержали двух мужчин. Они подозреваются в серии краш из гаражей. Оперативники нашли у злоумышленников множество чужих вещей, включая мотоцикл. В середине июня оперативниками отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска МВД Почувашской Республики были задержаны двое чебоксарцев, подозреваемых в серии краш из гаражей. Мужчин полицейские поймали с поличным. В их автомашине был найден целый набор отмычек и приспособлений, с помощью которого злоумышленники скрывали двери помещений, где хранились вещи. В настоящее время установлено, что двое 46-летних чебоксарцев причастны как минимум к шести кражам на территории Новочебоксарска. Однако количество изъятых вещей у нарушителей говорит, что потерпевших куда больше. Строительные инструменты, автомобильные колеса, диски, бензиновые генераторы и даже мотоцикл. При изъятии похищенной вещи пришлось вывозить двумя грузовыми автомашинами. В настоящее время устанавливаются владельцы данного имущества. Если среди предметов вы опознали свои вещи, обращайтесь по телефону 24-21-35-24-21-27. В продолжении темы двух жителей столицы обвиняют в незаконном проведении раскопок в местах, признанных культовыми памятниками Чувашии. В соответствии с законом здесь запрещены самостоятельные археологические работы. По версии следствия, в июле 2019 года обвиняемые, используя металлоискатели и металлодетекторы, проводили раскопки сразу на двух объектах культурного наследия. В Петишевском святилище Аликовского района и Большехерлевском, что в Вурнарском. Из земли изъяты монеты, бытовые предметы и иные археологические ценности. В результате указанных действий был порожден культурный слой земли, что может помешать его дальнейшему исследованию археологами. Все археологические предметы, которые относятся к периоду 18-19 века, имеют историческую, научную, культурную ценность, были изъяты обвиняемых и возвращены государством. Материалы уголовного дела направлены прокуратурой в Урнарский район ИСУ для рассмотрения по существу. Отмечаем, что за совершение указанных преступлений уголовным законом предусмотрено наказание вплоть до 6 лет лишения свободы. В состав сборной команды России включены ведущие пары бадминтонисты Чувашии. Сейчас они находятся на тренировочных сборах в Тульской области. Первые после продолжительного перерыва сборы национальной команды проходят на учебно-тренировочной базе АКАМ. Среди сильнейших пары бадминтонистов страны свое мастерство здесь оттачивают пять наших земляков. Это кандидаты в паралимпийскую сборную 2021. Юрий Степанов, Илья Паргеев, Татьяна Гурьева, а также Павел Попов и Антон Иванов. На сборах вместе со спортсменами находится заслуженный тренер Чувашской республики Григорий Сергеев. Спортсмены уже приступили к тренировкам и усиленно готовятся к предстоящему чемпионату Европы по пары бадминтону, который намечен на 6-12 октября. Что такое Кванториум? Это детский технопарк, где школьники сотрудничают с учеными и предпринимателями, выполняют разные производственные задачи и постоянно учатся. В эти летние каникулы Кванториум работают дистанционно. Но как можно запретить ребятам творить? Поэтому мастер-классы от профессионалов очень востребованы. Такие направления, как био и нанотехнология, 3D-моделирование, собирают по ту сторону монитора немало энтузиастов, желающих овладеть азами будущих профессий. Один из мастер-классов состоялся сегодня. Анастасия Матвеева – педагог биоквантума. Ее виртуальный урок необычайно длинный – 6 дней. Подручный материал, разные виды семян, опилки, вата – обычная губка. Что из всего этого мы будем делать? Мы берем обычную губку, берем ножницы и срезаем верхнюю часть, которая не позволяет пройти нашей влаги. Растения, они очищают наш воздух. Когда у нас такая засушливая жара стоит, нам не хватает воздуха, не хватает кислорода. Я думаю, что это будет благоприятно влиять на окружающую вас атмосферу в находящейся комнате. Увлекательно, любопытно, познавательно. Это основные критерии, по которым ребята оценивают такие уроки и стремятся в них участвовать. Мария Федорова, Семен Антонов, Республика. Это были главные новости четверга. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова